всем привет мы с вами ну очень давно не виделись как по мне а я очень соскучилась и поэтому сегодня будет максимально просто длинная встреча готовьтесь минут на 40 я не знаю насколько а потому что книг прочитанных феврале у меня 6 что достаточно большое количество для меня в плане прочитанных книг за месяц но хоть у меня достаточно большое количество прочитанных книг мои планы о 12 забытых книгах летят просто в какую-то бездну потому что я дочитала только феврале террор даже под конец февраля наверное хотя должна была прочитать его в январе а феврале прочитать гармингаст но гармингаст у меня просто в бездну пропасть какую-то точнее даже улетел вот и я не знаю все очень плохо в общем то ну и давайте я тогда расскажу вам начали про террор раз уж дело про него зашло что я могу сказать у меня достаточно смешанные впечатления были потому что по мере прочтения где-то начиная с серединки мне показалось просто невероятно скучно я задумала дэн симмс зачем зачем ты все мне это говоришь что-то там какие-то детали повторяешь я уже и так это помню знаю зачем то есть если сократить книгу до сюжета получится где-то наверное страница 1 может быть и как бы о героях ты хорошо расписал окей но зачем ты на меня это выливаешь вот столько вот страниц но все-таки когда я дочитала до конца я поняла что наверное это достаточно хороший такой приемчик был показать действительно реальность показать им жизнь людей показать еще не показать а погрузить нас действительно в книгу вообще до события о чем нам эта книга говорит она основана можно сказать на реальных событиях на каких-то отрывочных сведениях из реальных найденных дневников людей путешествовавших в экспедиции с 1845 по 1848 года это экспедиция по открытию северо-западного прохода да из атлантического океана в тихий на севере на северном побережье канады если я не ошибаюсь на северном да вот и собственно у нас здесь есть два корабля два парусных судна это флагманский ребус и собственно террор который шел за ним и эти два корабля остались затерты во льдах и собственно они ждали лучшего ждали погоды ждали отаяние льдов и просто выживали потому что много событий было которые не хотели чтобы они вышли можно так сказать и учитывайте что достаточно такой высокий порог вхождения в книгу то есть если вы хотите просто так вот раз и начать читать нифига у меня здесь вот такое количество закладок те просто брала каждый год и писала события основные которые происходили в книге в каждый из годов потому что здесь нет такого повествования постепенного до который ну то есть рассказывается про один год сразу большой пласт информации потом уже переходится к следующему нет здесь все просто в разброс просто в кучу поэтому вы просто теряетесь в этой книге в начале не понимаете что к чему поэтому да заметки мне очень сильно помогали в этом плане плюс на кораблях больше ста человек на каждом корабле да кто там работает на разных должностях и нам про каждого человека там дэн симмонс что-то договорит и ты это запомнить просто не в силах поэтому я выписывала а также служащих на корабле с каждого корабля вот здесь у меня про террор также здесь есть основные термины морские всякие там относящиеся к судно относящиеся к видам льда что в принципе очень интересно здесь тоже какие-то заметки и вот здесь вот у меня про корабль ребус тоже служащие на нем в общем вы поняли что мне книга давалась вообще нелегко в начале но карта которая здесь представлена очень помогала в плане тоже основных событий чтобы запомнить да что там шло из года в год как они продвигались во льдах что там с ними произошло здесь также есть как бы но это фантастика да поэтому там есть чудовище но какого-то экшена чудовище ждать не стоит сразу говорю то есть не знаю ну такой себе а под конец книги я вообще подумала что это за магическая хрень началась то есть концовка она была вообще из ряда вон выходящие ну то есть сюжет вот он шел шел хотя бы все было ну максимально понятно похоже последовательный потом концовка вдруг бах нам просто дан симонс выбрасывает на голову какую-то магию какое-то колдовство просто и ты думаешь к чему это все вообще типа как но потом я влилась в эту концовочку и она показалась мне самым смаком вообще то есть лучшим моментом в книге прям таким лакомым кусочком поэтому я благодарна себе что я дочитываю книги до конца концовка реально спасла книгу вот но все-таки да я говорила про затянутость и потом я уже тоже сказала что решила что это оправданный прием потому что да действительно погружаешься в книгу потому что ты чувствуешь от лица как бы главных героев как будто это потому что поначалу ты такой весь увлеченный затянутые заинтригованный что же там вас ждет откройте вы этот северно-западный проход или нет и потом уже ну представьте что у вас затерло во льдах как бы события не меняются то есть все повторяется изо дня в день изо дня в день там вы стоите на карауле чистите палубу снега там лунки сверлить чтобы хотя бы какой-то воды до добраться там рыбу попробовать поймать рычать там прохода другого корабля который нескольких милях от вас находится ну вот и как бы ну это действительно мне показалось оправданным для большего погружения вот что еще хотел сказать для кого эта книга да подойдет но мне кажется вот действительно ее читать хорошо зимой потому что атмосфера в книге она действительно леденящая душу то есть прям там такая мерзлота под минус 60 градусов что просто у вас под носом намерзают сосульки и вам лучше не облизывать губы на холоде потому что они просто моментально треснут и лучше одеваться потеплее потому что если вдруг вы начнете замерзать и будете дрожать ваши зубы начнут стучать и просто в лучшем случае у вас потрескается эмаль лучшем случае что случае что чаще всего и бывает ваши зубы превратятся просто в осколки поэтому ну мерзлота там знатная в общем так же если вы хотите узнать как же лучше всего и быстрее всего добраться до человеческих мозгов чтобы съесть их потом ложечкой тоже книга для вас и и если вам жизнь пригодится если вдруг вы окажетесь на севере где-то и вам нужно будет изготовить самые быстрые самые легкие сани имея под рукой только шкуры и не знаю какие-нибудь оленьи рога то вы знаете куда обратиться обязательно читайте эту книгу вот на самом деле таких моментов не очень много наверное вот самое интересное я вам перечислила да и хотелось бы таких моментов больше а также хотелось бы больше про жизнь эскимосов потому что здесь уделяется этому мало совершенно малое значение и здесь есть загадочная леди безмолвная которую тоже хотелось бы знать больше но то она и загадочная как бы что про нее мало говорится и был у меня один бомбеж в этой книге по поводу дат здесь есть какие-то опечатки в датах в начале сам или я не знаю что это за фигня потому что они действительно есть я же выписывал все на листочках бы и там были некоторые несовпадения и несостыковки я такая ват но я бы похлопала дэну симонсу на самом деле за проделанную работу потому что в конце выписан список источников который был использован для этой книги и их действительно много прям внушительное количество там и про эскимосов и про морское дело и про документы которые были найдены как раз после этой экспедиции и так далее и тому подобное вот поэтому книгу я бы все-таки советовала читать но она достаточно популярная и в принципе как сказала неплохая но если вам нужен экшен то это наверное не советовала бы брать потому что здесь будет такой большой пласт скучности вот и если вы не готовы к такому вот наводнению многообразие героев и перемешанных в кучу событий тогда возьмите себя просто в руки и берите это к нему все на самом деле до следующий погнали ну и теперь давайте перейдем книги которые я вообще не хотела переходить это фланери о коннор и ее мудрая кровь это южная готика американская и вообще фланри о коннор была одной из любимых южных писательниц донны тарт на во время учебы университете вот но дону тарт я не читала просто я знаю что многие читают и вот говорю и вообще фланри о коннор достаточно известно вот в южно-готических кругах но я впервые они услышала как издали эту книгу в как это называется ну в общем в аистэ эксклюзивная классика вот это произведение оказалось для меня слишком сложным просто мне не дано его понять но по сюжету вообще у нас есть главный герой а хейзл моутс который вернулся с войны и решил основать себя безхристовую церковь церковь без христа в общем эта книга вся пронизана верой и она очень интертекстуально здесь много символов много каких-то отсылок и нужно действительно понимать и вере понимать в протестантизме уметь в католицизм и все тому подобное я от этого очень далека поэтому я поняла что это не пустое произведение да я смогла хотя бы до этого допетрить но понять глубже не как бы копнуть на данном уровне мне не удастся то есть для меня это произведение больше о таком в такой внутренней борьбе между верой и неверием и вообще что понимать под верой во что верить про истинную веру и ложную если можно так сказать есть ли истинная вера есть или ложная и как вообще человек вступает на тропу какой-то вообще веры а может быть он просто не верит ни во что но в то же время все таки верит во что-то в общем эта книга очень блин сложная но я была очень удивлена когда узнала что фланрио коннор является женщиной потому что я почему-то думала что это мужчина когда брала в руки ну мне было очень странно осознавать что это вышло все таки из-под пера женщины потому что книга очень такая жесткая никакой сентиментальности все точно четко вот как будто прям рубили топором никаких чувств просто такая очень сдержанная очень даже может быть суховато и я бы сказала и поэтому я такая удивилась в общем то да я не знаю ну что мне еще об этой книге сказать если я ее не поняла очень много странных моментов например есть еще один можно сказать такой второстепенно главный герой о енах эмери о которой все время пытается найти нашего главного героя хайзла моуса и пристать к нему что-то до него докопаться и этот енах эмери он подменяет понятия иисуса и в общем то там есть очень интересный момент связанный как раз таки там с новым камчегом с выбором нового иисуса блин ну короче я не знаю это очень странная книга если кто-то из вас читал напишите что о ней думаете потому что и мои мысли совершенно не уложены никуда потому что книга невероятно странно поэтому пойдем дальше лучше дальше давайте расскажу вам про книгу иена бэнкс осиная фабрика мне ее посоветовали читать стерео соболь об и не бэнкс раньше ничего не знала ничего не слышала но мне очень понравилось сразу предупреждаю что книгу лучше не стоит брать тем у кого есть такие как называется в общем кто плохо относится к издевательствам над животными здесь этого очень много будет в начале но я как-то через это пыталась проходить потому что мне было интересно блин как бы к чему все это потому что автор то вроде бы известен да конечно противоречивые отзывы на его счет но тем не менее он считается уже классиком вот ну и это писатель шотландский и в войне мне было интересно потому что ира живет именно там вот и странно для меня было опять же что действие происходит в дюнах я думала шотландии все такое зелененькая да какие-то там горные возвышенный рельеф но я думала что по большей части там очень много зелени а здесь почему-то действие происходит на острове там очень много песка у нас есть главный герой паренек на лет 16 наверное у него есть отец вот они оба живут на острове книга похоже чем-то наверное на достаточно известную книгу которая мне не понравилась господи как же называется там ну вот у меня вылетела из главы оставлю здесь название то есть здесь как бы нельзя сказать что роман взросление но какой-то роман переосмысление тире взросление что ли в короткий промежуток времени достаточно нашего главного героя также есть брат который сидит в тюрьме если я не ошибаюсь или в какой-то колонии для несовершеннолетних из-за то что он вообще сошел с ума и начал сжигать собак но на счету нашего главного героя вообще сколько 7 нет не 7 7 слишком много несколько убийств достаточно таких близких людей ему и по сюжету вообще читать эту книгу очень интересно потому что здесь есть еще какая-то осиная фабрика некоторые да что тоже очень интересно но они будут рассказываться в конце поэтому наверное я вообще не буду вдаваться в подробности иначе читать будет неинтересно тем кто захочет почему книга мне понравилась да несмотря на то что здесь есть здесь есть издевательство над животными потому что вся его разрушительность и эти методы которые он выбирает для мести это все на самом деле нельзя так сказать да это как бы звучит плохо но на самом деле они оправданы потому что там тоже конечно это будет объясняться в дальнейшем в конце все вообще поймете но в начале об этом тоже говорится что наш главный герой он вообще нигде не не зарегистрирован ну то есть в каких-то государственных органах о нем вообще никто не должен знать то есть он как будто бы приезжает просто погостить что это какой-то дальний родственник он не ходит в школу его вообще как будто бы не существует и понятное дело что он вынужден скрываться он вынужден ограничивать серьезно свой круг общения и тем самым вот как бы издеваясь над животными и а выбирая всякие изощренные способы он просто хочет доказать свое существование а просто заявить о своем я хотя бы как-то потому что как бы это одна беда но вторая это то что все близкие его люди они просто его покинули и у него остается единственное что это осиная фабрика и череп старого соло различные его сооружения и места где он может чувствовать себя в безопасности будь то бункер где он окружен всякими ритуальными штучками там черепов своих жертв и шкуры там чучело всякие и там жертвенные столбы которых нам самом начале говорится и он пытается просто себя обезопасить от внешнего мира который как-то сдерживает его хочет точнее если узнать вообще о нем захочет по-любому что-то с ним сделать поэтому он избирает такие способы которые как бы никто на ней ну никто о нем не узнает о его действиях но при этом совершает как бы он совершенно жестокие поступки что касательно его папаши это это тоже тот еще старый хрыч блин потому что он вообще издевается над ним можно сказать если они просто не обращают на него внимание он раньше развлекался тем что развешивал просто по всему дому ярлычки обозначающие мерки того или иного предмета и заставлял выучивать нашего главного героя их и потом просто за обедом невзначай спрашивал так а ты знаешь вообще сколько в этой ложке миллилитров короче я сейчас посмотрел в камеру косме коленки видно я такая блин какого хрена ладно у меня просто камера отключилась поэтому пришлось сделать склеечку в общем мне книга очень понравилась она мне показалась серьезный несмотря на всю свою несерьезность она мне показалась добрая несмотря на всю свою жестокость и справедливой и книга со смыслом однозначно хотя мне кажется не все смогут для себя его открыть но я вот как-то смогла переборола себя для меня здесь смысл есть в этой книге да вот и книга однозначно заслуживает прочтение но да если плохо все-таки относитесь вы к издевательствам над животными книга вам точно не зайдет берегитесь вот а дальше пусть у нас будет книга а в ожидании бажанглса это автор бурдо оливье если не ошибаюсь испанский автор очень много я возлагала надежда эту книгу но она мне совершенно не пошла а точнее как сказать в начале это оказалось вообще чем-то просто совершенным идеальным невозможнейшим сразу захотелось читать дальше потому что такая картинка нарисовалась полного безумия сумасшествия модерна модернизма не знаю не очень разбираюсь в этом но чего это просто абсурдного происходящего не в этой жизни не в этом мире у нас есть мамочка есть папочка по моему правда папочка он его не называет и есть сын и рассказывается нам повествование в лице отца и сына и вот и мамочка можно сказать таким главным героем выступает вокруг которой все творится ах да и есть еще тропическая птица как же я могла не забыть она просто супер это мамзель негуди блин название только чего стоит в этой книге ну представьте что отец значит называет мамочку каждый день разными именами то она жоржетта то она оливьетта какая-нибудь у нас вона мари то она там еще кюри жульки риби в общем неважно но где они живут они постоянно прыгают на диване они играют в шахматы подушками потому что в коридоре или в прихожей пол у них выслан черно-белой плиткой это очень прекрасно очень удобно все шикарно вообще а у них есть домик а блин где в испании или в италии общем не помню у них есть такой загородный домик куда они просто забирают сына с учебы и всем наплевать просто на его оценки на его обучение на его знания и там они развлекаются по полной просто там плавают закатывают вечеринки шутит юморят это такая вот очень пышная жизнь можно сказать отец он пьет жим-тоник потому что он одновременно отжимается и плюс потребляет джин тоник и все это действие у него называется жим-тоник он пишет всякие короткие рассказики которые потом дает печать и каждый раз их отклоняют потому что непонятно где начало где конец и вот в итоге он кстати типа и написал эту книгу мамочка мамочки такие искусственные ресницы огромнейший просто тонкие сигареты в губах всегда она с каким-нибудь бокальчиком какого-нибудь коктейля и зашпиленные волосы у ребенка у него есть каждый день на выбор одна из трех кроватей огромнейшего размера какая-то люлька и средний размер и вот он выбирает в какую же сегодня ему лечь плакат на стенке у него превращен в дартс ну и все тому подобное то есть здесь очень действительно много таких интересных моментов и книга в принципе достаточно музыкальная да почему и наживает называется в ожидании бажангл за это птиц птица эта песня не на симон и она действительно очень прикольная но я почему-то думал что она такая достаточно живенькая прям такая энергичная но она оказалась достаточно такая плавная вот и да каждый раз это пластинка у них играет как в доме так и в психиатрической больнице где в итоге оказалась мамочка да то есть вот в начале первый пласт книги он был мне очень интересен потому что я давно если не сказать никогда не встречала таких вот животрепещущих моментов каких-то просто абсурдических вот и вторая третья половина мне уже совсем не зашли потому что у нас главная героиня мамочка она немножечко она и тогда была того да но сейчас она вообще сходит с ума просто вот и все с этим связано и дальнейшее уже не буду рассказывать идет вот и этот момент мне ну как-то просто параллельно был потому что все эти вот ущрения закончились забавы и ну стало обычно вот хотя это уж как бы понимаю для чего это сделано но все это тоже оправдано но просто вот мне не понравилось поэтому книги вообще по моему тройку поставила потому что мои ожидания были разрушены слезка вот только из-за этого а книга совсем короткая на самом деле очень быстро проходит дальше у нас идет книжечка просто вообще замечательная так она одна из лучших я ее уже перечитывала это ролан топор жилец перечитывала я ее потому что обещала давно уже своему другу рассказать о ней на канале и не знаю почему я не сделала это когда там лет пять назад она изюминка изюминка этого видео вишенка на торте она прекрасна прекрасно ребята прекрасно значит по сюжету давайте вам расскажу у нас есть главный герой трилковский с русской фамилии заметьте и ничего не не напоминает до раскольников трилковский ладно ничего не напоминает они не похожи но книга подозрительно напоминает преступление и наказание а именно эту атмосферу хотя действие происходит не в россии кстати не помню где ну ладно наверное может быть во франции ладно не будем тут гадать в общем у нас есть главный герой трилковский который ищет себе съемную квартиру и вот он наконец-то ее находит но натыкается на неодобряющих его соседей и все после первой вечеринки которую вдруг закатывает и тут соседи просто со всех сторон начинают ему долбить палками орать там кричать по батареям стучать приходить к нему лично заявлять что это у вас так громко ну-ка прекратите вы же порядочным соседом хотите быть вот после этого у него зарождается стыд и все подобное и он тише травы ниже нет тише чего ниже травы в общем он ведет себя просто ходит по струнке по соломинке и в книге просто есть все есть как бы такой вот необычный такой вот блин не магический а как сказать то в общем такой необъяснимый пласт потому что из окна гостиной главного героя видно туалет в другом в другой стене в общем дом там видимо расположен буквой п и он видит туалет который находится в общем в другом конце этого дома и это тоже какие-то необъяснимые вещи происходят в конце книги тоже полнейший сюр просто необъяснимый вот но а так вообще книга о том как легко потерять свою личность и как легко подменяет окружающая тебя вообще твою личность а как легко стать тем кем ты не являешься и очень просто потерять свою сама достаточность самоконтроль сама идентичность самим собой а также как легко вот чувством стыда повлиять на человека действительно заставить его делать то чего он не хочет и очень интересно было как раз таки за этим наблюдать как трилковский даже к мусору стал относиться совершенно с щепетильным образом то есть он а подходил к мусорке рассматривал свой мусор и думал о боже как же он неприлично выглядит по сравнению с таким прекрасно отсортированным чистейшим соседским мусором как вам такое это вообще просто из ряда вон выходящий что-то какой-то нонсенс и в общем-то да главный вопрос этой книги опять же ну вот почему и схожа с преступлением наказания тварь ли я дрожащие и право имею потому что соседи они действительно хотели подменить его личность личностью симоны шуле это предыдущая жиличка и благодаря просто окружающим он постепенно так постепенно начал изменяться и чуть ли не превратился в женщину вот осознался он там одумался в конце или нет что вообще там с ним произошло до чего там его довели ли он докатился сам и короче читайте до конца я реально советую эту книгу прочитать потому что это просто действительно бомба я такого не встречала еще нигде потому что как раз таки мой друг попросил меня найти какую-то похожую книгу я начала думать блин а какие реально книги еще похожи на эту книгу я вот вспомнила про голема вспомнила про чужое лицо но все равно если вы брать голем он как бы по атмосфере похож но он уступает по многому жильцу если брать чужое лицо одни как вообще не похоже можно сказать но что-то все равно есть такое вот такая легкая какая-то легкая легкая доля схожести вот поэтому жилет это что-то такое вот действительно не похожее на все остальное это что-то эксклюзивное я бы сказала и вообще ролланд топор топор не знаю он входил в объединение сейчас я уже не помню как называется в общем там чуваки были просто какие-то очень интересные очень абсурдные и вот что касается ролландо ролландо он вообще не считал себя писателем он больше был иллюстратором именно и какие у него иллюстрации это вообще что тоже с чем-то я тоже где-нибудь вставлю чтобы поняли что это за уникальный человек если он был таким прекрасным иллюстратором и вообще не считал себя писателем и создал такую вещь как жилет я просто умываю руки жилет пушка и последняя книжечка на сегодня это дерево растет фруклине думаю всем уже известная она просто прогремела бетти смит эту книгу тоже меня просила знакомый прочесть и выразить свое мнение потому что она ему зашла просто невероятно но мне стало интересно тоже в конце концов господи я уже там собиралась с мыслями я не знаю сколько прочесть эту книгу месяца два наверное все таки подумал ну ладно прочитаю что уж я буду в стороне от всех если столько положительных отзывов и всем нравится и говорят что это классика который не хватало книга не могу сказать что мне понравилось на самом деле были отдельные какие-то моменты которые были мне близки которые сели в памяти а например как мальчик этажом ниже играл в похороны закапывая червяков в спичечные коробки и потом помещая в землю да и и вообще мне понравилось все что связано с героиней тетей сиси все ее выходки вообще все ее поступки меня восхищали и радовали это было прямо душно для меня по сюжету я думаю все знаете да что здесь главное героиня у нас фрэнси нолан которая живет со своей мамой отцом и и братиком младшим да младшим младшим вот и в принципе она является главной героиней на протяжении пяти лет книги с 1912 вроде бы да с 1912 по 1917 когда ей исполняется 16 если я не ошибаюсь и за это время она успела чего только не успевает на самом деле и что для меня было странным то что она прочитывает одну книгу в день как просто как гениальнейшая женщина девушка как ты это делаешь скажи мне этот секрет этот лайфхак почему у меня не получается читать одну книгу в день why как бы да чем книга мне не понравилась не понравилась как раз таки главной героиней хотя я вот думала что может быть я просто не люблю книги где главная героиня достаточно сильная черствая но наверное нет потому что как бы скарлет ухара я и восхищался она мне нравится и унесенный ветром были я долгое время одной из моих любимых книг произведений и вообще она сподли по многому сподвигла меня начать читать но здесь нет главная героиня вообще не вызывала во мне ничего никакого восторга она меня больше только напрягала наверное потому что она слишком рано превратилась в какой-то безжизненный сухарь черствый и знаете она была слишком слишком бесчувственной слишком безжизненный мне не нравилось то что она скрывала все в себе то что она никому не жаловалась никому не нылась совсем короче не была девочкой была просто мужчина реально в юбке то что ей могли плюнуть в лицо и просто она ничего не выражала она все держала в себе и почему-то меня это лично отталкивало не знаю мне хотелось чтобы ну не знаю проплакалась она где-то чтобы какую-то слабину она дала но она этого не делает поэтому если вам нравятся книги вот с такими главными героинями которые просто всемогущие могут все и сдерживают любые испытания выпадающие на их бедную жизнь то вам книга должна понравиться мне ну вот именно из-за этого не зашла мне нравился также отец главной героини хоть он был такой полнейший какой-то тряпкой нюней вот как раз таки он был полной противоположностью Фрэнси и ее матери но я не могу сказать что я прям была вдохновлена ему он мне прям полюбился нет все-таки тетя Сиси была моей любовью в этой книге но он все-таки хотя бы какие-то чувства у меня вызывал приятные особенно мне нравилось и это один из основных моментов который мне вообще в книге пришелся по вкусу его невероятная любовь к Фрэнси как он называл ее примадонной потому что в детстве она плакала очень музыкально как он говорил вот то есть Фрэнси потому что больше никто по сути не любил мама ее не любила потому что она любила ее 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 брата отец именно он просто души в ней не чаял и Фрэнси тоже вот поэтому вот эта любовь здесь в книге очень мне понравилась вот что стоит еще сказать вообще книга она достаточно обширна по происходящему в ней то есть здесь есть и рождение ребенка и смерть и буллинг какие-то издевательства да и поиски работы и игра в северный полюс когда ты вынужден голодать потому что денег не хватает и и про школу про обучение да кстати эта книга она говорит нам о важности обучения это вторая книга уже в этом году которую я прочитала где говорится именно о важности обучения первая была как раз таки о жизни пчел Майя Лунда вот и эта книга очень хорошо прописана действительно в ней каждый герой очень хорошо прописан в принципе как бы чувствуешь да ну Фрэнси вот единственная как бы кого я прям вот я ее как бы чувствовала но какой-то симпатии близости она у меня не вызывала вот что еще в этой книге мне понравилось теперь я знаю как отучать ребенка который пристрастился к грудному молоку по методу рожи гори так сказать это вообще был что-то с чем-то момент прекрасный а также я посмеялась над подходом Фрэнси учить цифры если бы я так учила цифры наверное это мне было бы полегче а также позабавило как Фрэнси решила как-то переписать книгу в тетрадку это очень меня напомнило я в детстве любила таким заниматься бессмысленная полностью вещь но почему-то нравилось мне ну и наверное не хватило мне вот самого дерева которое растет под окном Фрэнси как символа оно здесь как бы является символом но мне его было слишком мало мне хотелось чтобы с ним было связано как-то побольше например вот времена года сменяются там дерево у нас то-то то-то ну подают листочки там с ним или зеленеет и вот так-то меняется жизнь Фрэнси вместе с этим деревом вот почему-то хотелось действительно чтобы делилось этому больше внимания но по-моему дерево у нас два раза только в книге появлялось что ли вот но книга действительно как бы была со мной на протяжении не знаю наверное может быть полторы недели где-то и как бы мы как-то с ней сошлись и она теперь у меня ассоциируется с определенным периодом жизни и поэтому все-таки какая-то любовь к книге у меня есть тем более тетя Сиси и какие-то моменты приятные из этой книги все-таки мне запомнились поэтому не могу сказать что книга мне уж совсем не понравилась хорошая но немного не моя все-таки я бы сказала так наверное подвела такой итог вот ну и все значит это были все мои книги февральский на террор как бы тут половина на половину январь февраль и да увидимся с вами в следующем ролике следующий ролик скорее всего будет совместный вместе с Настей она должна ко мне в гости прийти и мы с ней чего-нибудь там накропаем всем хорошего настроения здоровья счастья всех благ и так далее пока спасибо что посмотрели ролик и